Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы хотим сообщить вам о последних новостях из жизни одного из самых популярных во всех смыслах этого слова – актёра Марио Симарро. Мы всегда очень внимательно следим за его жизнью, потому что считаем Марио актёром чрезвычайно талантливым и недооценённым. Мы не будем вступать в полемику с теми, кто считает, что актёр должен изо всех сил хлопотать физиономией, корчить рожи и рыдать в кадре, ну или трястись в нервном припадке, чтобы показать свои актёрские возможности, подходящие для солдатского театра в городе Гомеле времён Фёдора Михайловича Достоевского. Спорить с этими людьми – дело бесполезное, и мы не будем даже начинать. Также мы не будем спорить и с теми, кто видит в нём только красивую физическую оболочку. Каждому своё, как говорится. Скажем только, что из сериальных латинских актёров есть 5-10 человек, которым можно было бы без пересадки начать карьеру в Голливуде. Настолько они владеют ремеслом, и настолько они психологически достоверны в каждом образе. И Марио – один из них. Ну вот, вступление, так сказать, сделано, а теперь к делу. С февраля месяца Симарро упорно шифровался и заставил поклонников изрядно поволноваться. Были слухи про то, что он работает в Колумбии, и роль у него негодяйская. Что на теле Мунда ему предложили новеллу, где в главной роли Литси Домингес, и он усиленно думает, соглашаться или нет. Затем были слухи, что он сыграет в сериале «Сеньор с небес», и даже говорили, что он будет изображать главного героя после классической операции. Ну, забавно было бы посмотреть, как из Рафаэля Амайя получится Марио Симарро. А потом пошли слухи, что многолетние отношения с Ванессой Вильеллой пришли к финалу. Ну, все может быть, когда пару разделяет огромное расстояние, то, возможно, они решили, что их отношения исчерпали себя. А может быть, это все домыслы «желтой прессы». Опять же, Марио настолько скрытен, что о его личной жизни практически ничего не известно. И правильно делает, что помалкивает. Человек, который выставляет свое исподнее на показ публике, мягко говоря, странен. Если не сказать хуже. Даже на нелицеприятные статьи в некоторых «желтых» изданиях Симарро ответил только тогда, когда ему просто на голову начали гадить. Но опять же, сколько можно поливать человека помоями, не имея за душой четких фактов, кроме заявления пары-тройки интересных личностей, которые скандалы обожают и сами их с удовольствием придумывают. Ну, кстати, последняя жертва кубинца Марлен Фавелла в недавнем интервью сказала, что не было никаких проблем и что Симарро всегда с ней был мягок и внимателен. А Зурия Вега, папаша, который пытался освежить у мексиканской публики сплетни пятилетней недавности, сказала, что никаких проблем с Марио у нее никогда не было. Поэтому очень странная статья в одном из желтушных мексиканских изданиях произвела эффект оглушительный. Публика не знала или ей смеяться, или ей плакать от глупости авторов статьи. Они написали, что якобы Марио запрещен въезд в Мексику, так как телевиза костьми легла и потребовала, чтобы его не пускали в страну. За что? Да, вот за то, что обижал телевизовских актрис. Не будем здесь их поминать, так сказать. Ну, интересно узнать, как они представляют себе процесс непускания в страну, внимание, мексиканского гражданина по таким экзотическим причинам. Потом Симару интриговал публику снимками в Твиттере с какого-то горнолыжного курорта Лас-Вегаса из Южной Калифорнии и из Мексики. Ну, короче говоря, наотдыхался он на сто лет вперед. В перерыве между отдыхом он завел себе кота. Но, видимо, не может без животных. Да, оно и понятно. Заядлые любители кошек и собак его очень хорошо понимают. Кот и правда красивый и смышленый. Ну и еще Марио смотрел спортивные программы, и кот усиленно помогал командам играть. Ну, а теперь о работе. Наконец-то Марио решил, что хватит уже бить баклуши и начал сниматься в фильме «Зе Цвикис». Фильм снимается в Гондурасе, и у Марио роль патрона, таинственного хозяина города, где происходят странные события. Муж главной героини погибает, и она ищет отмщения. Сильвана Ариес, которая играет эту роль, уже высказалась, что очень рада встретиться со своим экранным братом по сериалу «Дикая кошка». Кстати, «Дикая кошка» сейчас идет в Мексике, и на следующей неделе должно пойти желанное тело. Ну, посмотрим, как мексиканская публика отреагирует на этот телемудовский шедевр. Но, возвратимся к кино. Интересно то, что Марио не только играет одну из главных ролей, но и выступает в качестве сопродюсера. Вот это уже новость на все сто. Это открывает перед ним новые возможности и позволяет стать независимым. Ну, а что же о дальнейших планах? О дальнейших планах у нас вот что. В интервью мексиканскому изданию «El Universal» Марио сказал, что у него впереди еще две роли. Одна в фильме «The Last Miles», а другая в фильме «Night Falls». Короче говоря, медленно, но верно, Марио пытается закрепиться на большом экране. И мы желаем ему удачи. Но не откажемся посмотреть на него, и в каком-нибудь интересном сериале серии эдак на 120, ну, можно на 200. Тем более, что Симару Телемонда из читаемых на Твиттере так и не удалил. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. У нас впереди еще очень много интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова